А вы в курсе, что в городах-организаторах чемпионата мира по футболу усилят меры безопасности? Как известно, в список 11 городов входит и Сочи. На курорте пройдет 6 матчей мундиали. Усиленные меры безопасности вводятся на основании указа президента Российской Федерации. Так, согласно документу, иностранцы, которые прибывают во время матчей в города-организаторы чемпионата мира по футболу, на миграционный учет будут обязаны встать в течение суток. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня в нашем эфире мы говорим об усиленных мерах безопасности на время проведения футбольного чемпионата. Ну и сегодня гость нашей программы – директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Сочи Александр Петухов. Здравствуйте, Александр Викторович. Добрый день. Рады вас вновь видеть в нашей студии. Но меньше 100 дней остается до старта чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в городе Сочи. И, как известно, курорт готовится не только в плане благоустройства, но, естественно, в плане безопасности. Она будет усилена. И одно из направлений – это выяснить, кто живет в самом городе Сочи, кто сюда приезжает и вообще с какой целью. И для этого в городе проводятся проверки жилого сектора, в том числе гаражных кооперативов. Вот расскажите, кто участвует в этих рейдах, с какой целью они проводятся и какие результаты дают такие вот массовые рейды. Решением постоянно действующего координационного совещания при губернаторе Краснодарского края в январе этого года о состоянии работы по противодействию незаконной миграции на территории Краснодарского края главам муниципальных образований было рекомендовано провести комплексные профилактические мероприятия по данному направлению деятельности. То есть смотреть те строительные объекты, где используется иностранная рабочая сила, уделить внимание тем местам компактного проживания, которые могут быть использованы иностранными гражданами. То есть вот в соответствии с этим у нас на территории Сочи такие мероприятия проводятся именно там, где, скажем так, не доходит обычно, где не хватает внимания нам оперативного. Это вот гаражно-строительные кооперативы, это садоводческие, некоммерческие хозяйства, объединения, это... Дачные поселки, наверняка, какие-то. Да, дачные поселки, да, я об этом как бы и говорю. То есть та территория, которая, скажем так, у нас выпадает зачастую, и которая, в общем-то, является, наиболее часто используется, скажем так, людьми, которые хотят уклониться от излишнего, так сказать, внимания, от регистрации, потому что там, особенно в зимнее время, вот в садовых участках проживает очень мало народу, очень мало жителей, и можно, в общем-то, спокойно там скрыться. Поэтому, вот, особенное внимание будет в настоящее, в ближайшее время уделено именно на данном направлении. Полиции с привлечением общественности, с привлечением администраций районных, в общем-то, будут осмотрены, промониторены эти участки. В случае, если будут выявляться какие-то нарушения, будь то иммиграционного законодательства, либо другого федерального краевого законодательства, будут приниматься меры сразу же, сразу же, и, в общем-то, приводиться в соответствие. А каковы эти меры? Что грозит тем, кто вот живет без регистрации, селится неправомерно в таких гаражных кооперативах, в дачных поселениях? Если человек находится незаконно на территории Российской Федерации, либо у него, значит, окончилась регистрация, он подлежит выдворению по решению суда. То есть, как бы, составляется административный протокол, он направляется в места временного содержания иностранных граждан. У нас в Гулькевиче есть такое место. И в последнем выдворяется по решению суда за пределы Российской Федерации. А что-то грозит тем сочинцам, которые пустили таких постояльцев на свои квадратные метры? Ну, если, скажем так, все зависит от конкретной ситуации. Может быть, они самостоятельно заселились. И у нас, я говорю, многие садоводческие участки стоят просто брошенные. И, пользуясь этим, мигранты просто заселяются, а хозяева даже не знают, что они там живут. Такие моменты есть. Есть, конечно, когда пускают за деньги. Но в зависимости от этого, в зависимости от индивидуально, от каждого конкретного случая, будет проводиться разбирательство. И, соответственно, как бы, если есть состав правонарушения, будут приниматься соответствующие меры. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, вот если в целом у нас на территории города в прошлом году участковыми инспекторами совместно с ТОСО, общественностью в этом направлении работа велась и велась очень активно, на 156% у нас возросло число выявленных преступлений в сфере незаконной миграции. 182 преступления было за прошлый год только выявлено. Хочу сказать, чтобы для понимания, что это одна треть от всех преступлений данного вида выявлена в Краснодарском крае. То есть для мигрантов Сочи продолжает оставаться самым, так сказать, интересным, самым привлекательным местом в силу того, что все-таки достаточное количество у нас здесь строительных объектов, объектов незавершенного строительства. Тут большой объем работы по поводу ремонта квартир. И это, конечно же, привлекает большое количество иностранных граждан, особенно из ближнего зарубежья. Не все, к сожалению, поступают в соответствии с законодательством Российской Федерации. Какую помощь могут оказать общественники, могут оказать простые сочинцы, может быть, данкомы, соседи? Ведь наверняка они видят, наблюдают какие-то тревожные звоночки. Как поступать им в этом случае, если они видят, что в числе их соседей какие-то подозрительные лица? Вы знаете, здесь прежде всего самое основное, самое главное – это получение от домкомов, от председателей садоводческих товарищей, от председателей гаражных кооперативов предоставления упреждающей информации. В том же садоводческом товариществе «Луч» при досмотре других домовладений, при осмотре полиции совместно, так сказать, с общественностью в качестве понятых, был обнаружен схрон оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Это говорит о том, что эта работа крайне важна в наших условиях, тем более в преддверии таких вот значимых международных мероприятий, как чемпионат мира. То есть мы не можем в настоящий момент гарантировать, что мы находимся в полной безопасности. В этой связи, конечно, необходима именно помощь общественности, именно взаимодействия общественности на всех уровнях с органами полиции, с правоохранительными структурами. Да, действительно, сочинцы должны быть бдительными и ни в коем случае не быть равнодушными. Конечно. Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, как в преддверии Мундиаля еще вообще ужесточились требования к регистрации иностранных граждан на территории городов, в которых проводится чемпионат мира по футболу. Насколько мне известно, даже указ президента отдельный был выпущен на эту тему. Да, эти требования пока не ужесточились, но в соответствии с указом президента 202 об особенностях применения усиленных мер безопасности и в соответствии с законом 108, статья 13, то есть у нас с 25 мая по 25 июля на территории города Сочи, как и на территории других городов, где будут проводиться матчи непосредственно, то есть вводятся усиленные меры безопасности. Это целый комплекс мер. Он связан не только с сокращением сроков постановки на учет граждан Российской Федерации и иностранных граждан, которые будут пребывать, но и, в общем-то, связан с рядом других ограничений, как то установка контрольных запретных зон, досмотровые мероприятия, это ограничение на проведение мероприятий публичного характера, это ограничение оборота оружия, ограничение реализации спиртных напитков, ограничение устанавливается в особенностях оборота некоторых видов лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, ну и ряд других мероприятий ограничительного характера. Все это, конечно, связано с необходимостью обеспечения максимально мер безопасности для участников и для жителей нашего города. Как это повлияет на работу Вашего департамента по взаимодействию с правоохранительными органами? Какие направления придется в связи с этим указом, в связи с проведением Мундиаля усилить? Ну, как я сказал, в общем-то, основная работа, в общем-то, будет лежать на правоохранительных органах непосредственно. Они будут обеспечивать охрану общественного порядка. Будет так же, как в преддверии зимних олимпийских игр наших, сочинских, будут вводиться дополнительные, так сказать, контингенты суда, которые будут обеспечивать более тщательную, так сказать, проработку оперативной среды, более тщательные зачистки, скажем так, досмотровые мероприятия. То есть, конечно, все меры безопасности по всем направлениям абсолютно будут усилены, как начиная от досмотра в аэропортах, на вокзалах, так и, в общем-то, элементарно, в общем-то, на улицах. Ну, еще один острый вопрос, который хотелось бы обсудить, это вопрос бездомных на улицах города. Какая работа проводится в этом направлении? Вообще, насколько остро стоит этот вопрос в городе? И с какими трудностями вы сталкиваетесь, его решая? Ну, у нас с законом 182-м об основах профилактики в Российской Федерации введено понятие лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе, в том числе, лиц без определенного места жительства. Ни для кого не секрет, в общем-то, хочу сказать, что теплый климат и благодушное такое хорошее настроение наших горожан, в общем-то, привлекают сюда достаточное количество лиц без определенного места жительства. И хочу сказать, что кто-то из указанной категории лиц действительно попал в дружную жизненную ситуацию, ну, по каким-то там стечению каких-то обстоятельств. Но, в общем-то, большинство таких лиц просто паразитирует, так сказать, и ведет такой стиль, образ жизни, отказываясь... То есть бродяжничество как стиль жизни. Бродяжничество как стиль жизни, отказываясь от работы, отказываясь от работы, употребляя спиртные напитки, наркотические средства, в общем-то, совершая правонарушения. Эта категория, конечно, людей нас не красит, наш город, не красит наш город. И в этой связи работа с указанной категорией проводится на всех, так сказать, уровнях. И сотрудниками полиции, и в администрации у нас Центр профилактической работы с населением осуществляет эту работу. То есть мониторинг по улицам работы. Индивидуальная работа с каждым, так сказать, обнаруженным таким вот субъектом. Выяснение обстоятельств его нахождения здесь. И, соответственно, принятие мер. Как бы каждому предлагается, после того, как он доставляется в органы полиции, проводится его причастность, проверка на причастность к совершенным преступлениям, не в розыске ли он находится. То есть далее, так сказать, следует комплекс мер. Приглашаем мы туда непосредственно общественные организации, которые занимаются тем, что дают работу, дают кровь и крышу над головой, и питание таким лицам. Помогают им в дальнейшем в рецоциализации. И, в общем-то, эти люди, которые в данной ситуации оказываются, здесь уже, так сказать, все основано на принципах добровольности. Мы не можем, так сказать, подвергать их каким-то насильственным. Они сами для себя принимают решения. Либо они согласны, и мы помогаем им, так сказать, переместиться в реабилитационные центры, где с ними продолжается работа. Либо они, если они причастны к каким-то правонарушениям, дальше работа проводится с сотрудниками полиции. В общем-то, цель этой работы минимально честь сделать вот это количество лиц данной категории свести к минимуму на наших улицах. Ну, как я понимаю, не все принимают эту помощь. Ну, согласен. В каждом конкретном случае, я говорю, то есть жизнь разнообразная, и у каждого свои условия. То есть были такие случаи в прошлом году, когда мы встречались такие люди у нас, которые пожилые, допустим, потеряли квартиру, родственника потеряли. Есть там случаи, когда потери памяти, есть случаи, когда утраты документов. Как у нас была одна женщина, у которой украли в поезде документы, она не могла к своим родственникам добраться в Абхазию, то есть по месту постоянного местожительства. И вот пришлось включаться, так сказать, сотрудникам нашего. Оно привлекать органы полиции. Мы помогли быстро восстановить документы, получить справку и припроводили. Она очень довольна была и счастлива. И такое тоже есть. Вот. То есть случаи абсолютно разные. Да, но помощь оказывает... Случаи разные. Оказываем всем. Хочу сказать, что эта работа, в общем-то, в Сочи совершенно необходима, потому что, скажем так, имидж курорта должен поддерживаться не только в плане чистоты физической города. Да, на нем не должно быть ни мусора, на нем по городу должны ходить люди, которые улыбаются, которые обрядно одеты, которые доброжелательны, и которые, конечно же, не совершают правонарушений. Спасибо большое, Александр Викторович, за очень интересный разговор. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Сочи Александр Петухов. Спасибо большое. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА